МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания ТВ-21 продолжает работу в эфире. Вы смотрите дневной выпуск новостей в студии Андрея Бричко. В этом году правительство России организует отдых и оздоровление более чем 5 миллионов детей. Для почти 5,5 тысячи ребят, проживающих на Крайнем Севере, из федерального бюджета выделили 500 миллионов рублей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Предполагается, что в 2023 году по всей стране будет работать более 38 тысяч организаций отдыха и оздоровления детей. По поручению президента ежегодно правительство страны будет выделять 1 миллиард рублей на реализацию программы по модернизации детских лагерей. Кроме того, до миллиарда увеличилось и финансирование бесплатных школьных поездок в рамках проекта «Туризм» и «Индустрия гостеприимства», участие в котором принимает и Мурманская область. Мурманский центр репродуктивных технологий уже помог родиться 200 малышам. Это результат почти трех лет работы. Еще один малыш появился на свет в апреле. По статистике, в среднем каждая пятая пара в России бесплодна. Однако этот диагноз – не приговор. Мешать зачатию могут множество факторов. Исключить их – задачи врачей-репродуктологов. В Мурманской области лечения регулярно получают около 400 женщин. В том числе они проходят процедуру ЭКО. В прошлом году специалисты клиники при перинатальном центре провели 160 циклов. Благодаря этому родилось 89 детей. Вы меня спросите, много это или мало. Мне кажется, что это много. Потому что эту цифру можно умножить и на два. Мы говорим о двух счастливых людях – маме и папе. Эту цифру можно умножить на четыре. Мы говорим о бабушках и дедушках и так далее. Услуги центра бесплатны. Их оказывают по ОМС. Пациентки оплачивают лишь дорогу и проживание в Санкт-Петербурге, где им нужно провести три дня. Прежде, до открытия филиала, они уезжали из дома на месяц. Процент достаточно высокий результативности, более 43%. Поэтому это очень хорошие результаты. Сегодня мы подводим итоги двух с половиной годовалой работы. Повторюсь, в апреле родился 200-й ребенок с помощью ЭКО. Репродуктивный центр – это всего три кабинета и четыре сотрудника. Каждый месяц они дают 70 консультаций и ежедневно помогают северянам стать счастливыми родителями. Александра Клепцова, Руслан Мавлютов, ТВ21+. У особенной девочки Юлии Соколова из Мончегорска появился свой «Мотомед» – специальный тренажер для людей с инвалидностью. Приобрести его помогли сотрудники Норникеля через корпоративную программу личных пожертвований. А компания удвоила собранные ими средства. Выбираем у нас режим ручки. Мы включаем. У нас скорость 10 оборотов в минуту, нагрузка 8 килограмм. Юлии Соколовой 19 лет. Девушка живет в доме-интернате и у нее тяжелый диагноз – детский церебральный паралич. Мама работает здесь же инструктором по физической культуре. Она хорошо знает, нельзя особенным детям постоянно сидеть. Не давать мышцам и суставам застаиваться помогают ходунки, вертикализаторы, опоры. А в прошлом году на курсе реабилитации в Евпатории порекомендовали использовать «Мотомед». Нам назначили этот тренажер в революционном зале. Мы попробовали, мы ходили. Там 15 минут мы работали ноги. Точно такой же был. И 15 минут у нас работали руки. Мне это очень понравилось. И Юля тоже. Смотрю, вроде бы делает. Сначала она не поддавалась. Были очень суставы такие, тугоподвижные. Но потом к концу курса, мы там были месяц, уже руки гораздо лучше работали. Они у нас разгибались. Ноги у нас тоже гораздо лучше. Они стали мягче. Результат заставил задуматься о приобретении тренажера. Но стоил он 600 тысяч рублей. Сумма неподъемная для семьи. На помощь пришли активисты Кольской ГМК. И вот уже месяц Юля занимается на своем «Мотомеде». Сделали его по индивидуальным размерам. Умный прибор подстраивается под ребенка. Останавливается в случае спазма. Регулируется скорость, нагрузка на экране отображается, симметрично ли работают ноги и руки. Мы каждому человеку благодарны на самом деле. И я до сих пор, знаете, нахожусь в таком состоянии, как во сне. Потому что такую сумму нам было не поднять никак. И это действительно жизненно необходимый для нас аппарат. Потому что Юля растет, она становится сильнее. И мне уже физически с ней становится очень трудно справиться. В том плане, что суставы-то, они становятся тугоподвижными и дальше. И ДЦП такое заболевание, что оно требует постоянной физической разработки и постоянной, скажем так, зарядки. Сотрудники Норникеля пожертвовали для Юли больше, чем стоил «Мотомед». На оставшиеся деньги решено было заказать санитарный стул и миостимулятор. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Мончегорск. Жители и гости Мурманской области смогут провести выходные в парке отдыха и заработать баллы на фирменный мерч. Например, термостаканы или брендированную одежду. Еще два туристических объекта в регионе получили красную геометку от портала «Наш Север». Что это за знак и как туристу принять участие в программе, расскажем в сюжете. Успехов в реализации. Спасибо. Несите за много успехов. Красивое место. На самое видное место. Открытие своего парка отдыха Денис Ильященко почти не интересовался туризмом. Впрочем, это не помешало ему создать свой проект незадолго до пандемии. В этом году он смог получить поддержку в рамках проекта «На севере жить». На выделенные деньги получилось не только закупить снегоходы, но и сделать горячий цех в кафе. Гости нашего региона приезжают сюда попробовать нашу кухню. Нашу северную кухню, арктическую кухню. Попробовать оленину, семгу. Все вот эти блюда, которые именно наши. Китайскую они все могут попробовать. Теперь Денис еще и обладатель красной геометки, своеобразного знака качества. Чтобы получить такое, нужно пройти строгий отбор экспертов арктической лаборатории туризма, которая состоит из известных гидов области. Но не только для предпринимателей красная геометка становится приятным бонусом. Ну а для туристов это еще и возможность копить впечатления, копить баллы. Переходя по ссылке, вы сможете, условно, подтвердить свое нахождение здесь и копить баллы, а потом менять их на сувениры на севере жить. Одновременно с парком Дениса геометку получил хаски-проект Алексея Невзорова. Это все сибирские хаски чистокровные, но выглядят они необычно, потому что это очень редкие рабочие линии, которых практически не осталось. Здесь экспертам арктической лаборатории туризма рассказали особенности езды на собачьих упряжках и предложили попробовать арктические пельмени с олениной. Наша задача, собственно говоря, привлекать туристов, чтобы они приехали не один раз, а они приехали сюда два, три, четыре, пять и познавали весь Кольский край вот с таким удовольствием. По прогнозам Комитета по туризму, с каждым месяцем путешественников в Мурманской области будет все больше. Не только людей, изучающих родную страну, но и иностранных гостей. Например, граждане Китая уже сейчас могут без особых проблем приехать в Россию благодаря соглашению о безвизовом туризме. Привлекут новых гостей необычными развлечениями, плаванием во льдах и новыми продуктами, связанными с северным сиянием. Дэн Ускуратов, Руслан Мавлютов, ТВ21+. Региональный отборочный этап российской робототехнической олимпиады и региональные соревнования по подводной робототехнике прошли в Манчегорске. Юные изобретатели со всей Мурманской области состязались в пятой школе города, где недавно после реконструкции запустили обновленный бассейн. Более 20 команд, свыше полусотни детей и 9 номинаций. Состязание из программы общероссийской олимпиады и три категории в подводной робототехнике. Я, получается, оператор робота, я оперирую роботом, делаю миссии. Так-то сразу хочу сказать, моя роль не самая важная, из-за того, что каждый важен, без оператора кабеля робот не поплывет. Работа командная. Задания составлены на основе реальных исследовательских задач для подводных роботов. Эти дети получают знания, умения, навыки, которые уже к 10-му, к 11-му классу на уровне профессионалов, которые сейчас занимаются и работают в области подводной робототехники. Это вообще направление новое в целом в России, за полярным кругом, вообще в Мурманской области. Данное направление проводится впервые, и мы будем проводить его теперь регулярно. В этом году мы стартанули первый наш заход. Пока в бассейне подводники заняты погружением роботов, в спортзале участники Олимпиады готовятся к презентации проектов. Это проект «Парка чудес». Всем интересно будет нам здесь. Все мы тут предусмотрели. Есть качели, карусели, горка и подъемник есть, и скамейка, чтобы просесть. Доступная среда, чтобы все прошли сюда. Но пока это модель, оживим ее теперь. Кнопки хаба нажимаем, карусели запускаем, а подъемник, посмотри, стал передвигаться. Проекты рождаются не сразу. Позади у команд уже несколько этапов работы. Ребята постарались творчески подойти к решению реальных проблем. Мы сделали фундамент, только его немножко улучшили. Дело в том, что в обычных фотоматах, когда вы сдаете бутылку, вы получаете небольшую сумму денег за бутылку. И некоторые люди ради такой маленькой суммы не сдают бутылку. Мы решили сделать два вознаграждения. Это микрозелень и игру. Игра, к слову, тематическая про раздельный сбор мусора. У мурманчан из команды «Айти Куб Мощь» проект, казалось бы, совсем из другой сферы, но он тоже на стыке экономики и экологии. Это сам рыбный порт, это холодильник. На берегу вы можете заметить краны, которые выгружают корабли. А корабль – наш вор. Еще вы можете вынести ветрогенератор, распределитель и накопитель. Энергохранилище. Когда мы были в порту, нам сказали, что не хватает электроэнергии. Поэтому ребята предложили поставить в порту ветрогенератор и все этапы путешествия энергии. Инициатор соревнований – Мончегорская лаборатория «Фаблаб». Ее проекты «Олимпийский резерв» и «Подводный десант» были поддержаны грантами конкурса социальных инициатив благотворительной программы «Нурникеля. Мир новых возможностей». То, что кажется какой-то фантастикой, оно уже есть в компании. У нас есть и роботы, причем роботы различные, и программные роботы, и роботы технические. И это все в комплексе требует нового качества сотрудников. Конечно же, очень интересно, чтобы вот эта вот жилка, этот запал у ребят остался. И чтобы вот он дошел, прошел и школу, прошел там и институт. И вот таким ребятам мы очень рады у нас на производстве, потому что каждый из них – это лидер изменений. Победители регионального этапа робототехнической олимпиады ждут путевки на национальный этап. Он пройдет в Челябинске в июне, А лучшие в подводной робототехнике уже в следующем месяце отправятся во Владивосток на общероссийские соревнования. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Манчегорск. Первый, международный, кукольный, лучшие постановки российских и зарубежных театров несколько дней будут показывать в Мурманске. Фестиваль «Полярная сова» объединил на одной площадке более 150 артистов из разных регионов России и Беларуси. Чем они планируют удивлять северян, расскажет Евгения Гречуха. Волк и красная шапочка – сцены не боятся. Вот-вот опытные актеры выступят перед северным зрителем на фестивале театров «Кукол. Полярная сова». Ну, он у меня слова иногда забывает, а так, в принципе. Это я забываю, это ты мне сказать вечно ничего не даешь. Вот. Вот так. Еще на задних лапах трудно ходить научиться было. И она училась. Эть, эть, эть. Спектакль Луганского академического театра «Кукол» увлекает зрителей не только любопытным сюжетом. Отыгрывать женских персонажей доверили артистам-мужчинам. И наоборот. Евгения все три года службы в театре с энтузиазмом подхватывает эту и другие идеи режиссера. Если это не что-то такое вдумчивое, а действительно какая-то комедия, какой-то комизм, буфонада, конечно, это всегда очень-очень выигрышно смотрится. Если, конечно, хорошо и прям тяжело и скрупулезно работать над образом. Добиралась команда из Луганска в Мурманск автобусом целых три дня. По словам директора театра, сейчас такие выезды дарят особенные чувства. Дорога дальняя, три тысячи километровых. И поэтому это для нас первая такая дальняя, но очень важная и приятная поездка, которую мы, надеемся, достойно совершим. Главные герои у нас обращаются в финальной части в зал. Говорят, если у вас дома есть бабушка, обязательно пусть она вам расскажет сказку. И через много-много лет это будет самая лучшая сказка на свете. Впереди у участников несколько дней, полных творчества, обмена мнениями и идеями. Спектакли покажут сразу на трех площадках – в самом Театре кукол, Детской театральной школе и Центре современного искусства. 16 театров будут принимать участие в фестивале, свыше 150 участников. Это очень много для фестиваля такого уровня. Очень радует то, что не будет соревновательная программа, а будет показывать свою лучшую работу. То есть мурманчане смогут увидеть все то, что лучше происходит в нашей стране в этом виде искусства. Торжественное закрытие фестиваля состоится в понедельник, 24 апреля. Хорошего вам просмотра. Коротко о погоде в Мурманской области. В Кандалакше сегодня днем до 10 градусов тепла, облачная погода с прояснениями. В Умбии в первой половине дня температурный столбик термометра покажет 10 градусов со знаком «плюс». В полярных зорях плюс 7, плюс 9, днем без осадков. В Апатитах аналогичная погода, до 9 градусов тепла, осадков не ожидается. В Кировске днем облачно, с прояснениями, температура воздуха плюс 4, плюс 6. В Кавдоре чуть теплее, там сегодня днем до 10 градусов тепла, преимущественно солнечно. В Манчегорске без осадков, днем воздух прогреется до 8 градусов. В Лавозере облачно, плюс 4, плюс 6. В Алинигорске ожидается кратковременный дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов. В Никеле также не обойдется без осадков, пасмурно и до 6 градусов тепла. Небольшой дождик посетит и заполярные, в дневное время суток до 8 градусов тепла. На севере области в Североморске днем пройдет небольшой дождь, температура воздуха плюс 5, плюс 7. В Мурманске облачная погода, с прояснениями и местами возможен дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов. Это были все новости к данному часу. С вами в студии был Андрей Бричко. Всего доброго и до скорых встреч на ТВ 21+. Редактор субтитров А.Семкин